Прямо сейчас поговорим о некоторых особенностях масштабного мероприятия с нашим гостем. У нас в гостях член Координационного совета при президенте России по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Галина Семья. Галина Владимировна, добрый вечер. Здравствуйте. Начнем, наверное, с того, что фамилия ваша прямо-таки говорящая, ведь проблемами семьи вы занимаетесь? Да, я занимаюсь уже много лет, начиная с 1995 года, когда впервые появилась программа «Дети-сироты», федеральная целевая программа. Вопросы, которые поднимает съезд, широкие, а местами, наоборот, слишком узкие. Вот что больше всего заинтересовало вас из услышанного в Сыктывкаре? Самое главное, это как реализовать то последнее постановление правительства, которое имеет номер 481, в котором формулируется направление деятельности организации для детей-сирот, которые принципиально многие из них новые для них. И, соответственно, какой механизм реализации новой поправки в семейный код, который, на мой взгляд, является революционной, она заключается в следующем, что теперь мы помещаем детей в организацию для детей-сирот только в исключительных случаях, когда для него, для этого ребенка нельзя найти какую-то форму семейного устройства. Это первое. И второе, это то, что мы помещаем ребенка в организацию для детей-сирот на определенное время. Это временная мера до его дальнейшего семейного устройства. Вот в Коми с прошлого года пытаются принять программу по устройству детей-сирот в семье. Но постинтернатная работа у нас, так как сказано по докладу счетной палаты, проваливается во многих регионах. Вот в чем проблема? В том, что это дорого или кто-то не может понять, как заставить эти нормативные акты работать? Вы сейчас подняли совершенно два разных вопроса. Они где-то, по большому счету, связаны друг с другом, а вообще не связаны друг с другом. Вопрос первый. Вы сказали о программе, которую пытаются принять в Коми по семейному устройству детей-сирот. Я не могу сказать, что она провальная в Коми. Коми находится в хорошей середине. А второй вопрос, который вы подняли, это постинтернатное сопровождение выпускников. Это те ребята, которые закончили свое пребывание на полном государственном обеспечении, так определяется в законе понятие выпускник, и вышли в самостоятельную жизнь. Я думаю, что основная претензия, которая была со стороны счетной палаты к вам, это обеспечение реализации права выпускника на получение жилья. Это на самом деле сейчас большая проблема. Так как в прошлом году вступил в силу новой поправки в жилищный кодекс, которая гарантирует получение жилья всем, даже если вам 40 лет, но вы из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, и вы не получили жилье, то вас тоже поставили в очередь. И вы представляете, как выросла сразу эта очередь только за один год, когда все кто-нибудь, а мы же практически не выдавали квартиры. И мало того, если это раньше были комнаты в коммуналке, теперь это обязательно жилье не меньше нормы жилищной. То есть это 33 квадратных метра, или там может быть немножко какие-то плюс-минусы эти метры, но это всегда отдельное жилье. И предоставление места в общежитии, допустим, тому молодому человеку, который учится в ПТУ или где-то еще, это не решение квартирного вопроса. И поэтому в основном прокуратура, конечно же, проверяет по обеспеченности жильем. Ну и католиковские чтения, о которых вы не можете не знать, которые были упомянуты на СМИ. Ну католиковские чтения, да, конечно, потому что я один из организаторов этих католиковских чтений. Я хочу сказать, что католиков – это тот герой, который был очень востребован и очень нужен. Потому что вот когда были актуализированы эти католиковские чтения, была очень важная проблема. Мы не знали, что делалось с детьми в плане трудовой мотивации. И поэтому вот трудовое воспитание, которое было в католиковской школе-интернате, это было очень актуально для всех. И одна из идей, которая сейчас подана – внести в резолюцию возобновление, но уже в новом формате, проведение католиковских чтений. Но все-таки если возобновлять эти чтения католиковские, как вы считаете, их лучше закрепить за конкретным регионом? Или пусть они переходят? Они должны ходить по всей стране. Ну, с одной стороны, когда-то… Ведь хочется уже приехать и посмотреть, как люди работают, посетить учреждения. И года в год посещать одни и те же учреждения – это вообще не так интересно. А потом это все-таки честь для региона – принять у себя директоров, услышать выступления. Чем больше регионов проведет у себя католиковские чтения, принятых участников, тем лучше вообще для самой идеи. Спасибо, Галина Владимировна, за развернутый ответ. А я напомню, у нас в гостях была Галина Семья, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова